Всем привет! Меня зовут Лер КГ. Я решила создать новую рубрику под названием Поговорим. В этой рубрике я буду рассказывать, что происходит, о каких-то изменениях на моём канале или в соцсетях, а также, что мне больше всего понравилось в этом месяце. Короче, эта рубрика очень будет похожа, как у Кати Клэп Лайкс или Весёлые пятницы. Только это будет всё в одном видео. И напишите внизу под видео в комментариях, как вам новый свет. А теперь я хотела попросить беременных женщин и людям, которым категорически нельзя нервничать, выключить это видео или перейти, например, по вот этой ссылке и просто выйти с этого видео и не продолжать смотреть его. Итак, я надеюсь, что список перечисленных моих людей перешли по вот этой вот ссылке или вообще выключили это видео. А я начинаю. Сегодня я хочу поговорить о наболевшем. Недавно мой брат гулял на улице с собакой, а когда пришёл домой, она была покусана бойцовской собакой. По его словам, та собака была без поводка. Да, я понимаю, что на улице можно выводить собаку без поводка. Но, если это бойцовская собака, то тогда должен быть хотя бы намордник. Потому что я таких собак не знаю, что ожидать. И, как правило, такие собаки постоянно агрессивны и ищут себе соперника. Мы повезли собаку-ветеринарку. У неё оказался очень глубокий прокус и большая полость под кожей, в которую могла попасть инфекция. Сначала врач сказал, что у неё длина прокуса 4 см. И ей поставили дренаж. Чтобы вы так понимали, дренаж – это кусок бинта с лекарством и смазью, который засовывается прямо в рану. В течение трёх дней мы ходили каждый день на перевязку. А потом в течение двух недель – каждые три дня. Но в течение этих двух недель рана совсем не заживала. И мы решили пойти к другому ветеринару. Врач сказал, что у моей собаки глубина прокуса не 4 см, а 10 см. Чтобы вы так понимали, 10 см – это вот. Вот это вот 10 см. И опять собаки ставили два раза дренаж. Но уже, слава богу, эта рана затянулась, и она уже бегает, прыгает, играет. Но на восстановление после укуса понадобился целый месяц, если не больше. Хорошо, что у меня большая охотничья собака, и она умеет за себя постоять. Если на месте моей собаки был ёршик или ещё какая-то маленькая собачка, то таких собак вообще спасти не удалось бы. Они же маленькие, хрупкие. На самой первой перевязке у Ждачки было настолько больно, что она аж плакала. С этой историей можно сделать вывод. Лучше присматривайте за своими домашними любимцами. А если это видео смотрят хозяева бойцовских собак, пожалуйста, выгуливайте свою собаку на поводке. И смотрите, чтобы не было рядом других собак. И пытайтесь воспитывать таких собак, чтобы они не нападали на других. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вы так же думаете, как и я. С вами была Лерка. Всем пока.